Особенность фестиваля Колизей заключается в том, что в нем нет призовых мест, а есть только одна команда-победитель, которая и забирает с собой все почести, лавры и славу. Также весомым аргументом в борьбе за титул лидеров танцевального конкурса является и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Оно считается самым крупным на сегодняшний день в России, поэтому среди прочих фестивалей хип-хопа Одинцовский Колизей по праву можно назвать самым щедрым и гостеприимным. У нас три категории – это техника, хореография и шоу, он же имидж. По честности, очень тяжело, потому что собрались профессионалы своего дела, кто-то сильнее в хореографии, кто-то сильнее в шоу, и я думаю, что расход по баллам будет буквально в десятые, в сотые. Все участники фестиваля приехали сюда не только показать, на что они способны, зажечь публику и выложиться на 100%, но и задать планку и уровень профессионализма выступлений в стиле хип-хоп для всех скептиков, которые относятся к этой танцевальной субкультуре не совсем серьезно. Люди наслаждались нашим творчеством и мы очень благодарим тех, кому это близко и надеемся, что это понравится все большему количеству людей, потому что мы всегда хотим как-то удивлять и радовать. Каждая команда отнеслась к конкурсному заданию очень ответственно. Участники продумали все в своем выступлении до мелочей – костюмы, музыку и тематическую составляющую. Танцоры из команды «Ленинград-центр» вышли в образы гангстеров и устроили на сцене настоящее шоу. Участники танцевального конкурса из северной столицы нашей страны отнеслись к заданию очень творчески. Кульминацией их выступления стал фейерверк из денежных купюр. Изначально организаторы Колизея Артем Глотов и Вячеслав Ильин прописали свои амбициозные идеи и задачи на простом листе бумаги и предоставили их главе города Александру Гусеву в виде официального документа, на что получили положительный ответ. И вот уже второй год подряд в Одинцово проходит масштабный танцевальный фестиваль, на который приезжают профессиональные танцоры, выступающие как сольно, так и в составе команд со всех уголков России. Просто выбрали эту тему, показали ее, как мы ее видим. Плюс хорошая спортивная тема, нам понравилась, мы решили ее сделать. И наш танец, не то, что мы хотели им что-то сказать, но больше хотели сказать, что мы команда, мы сильная команда, которая сплоченная, которая вместе, которая семья, которая выходит и танцует в свое удовольствие. Который не все побеждает! Эти спортивные ребята, пропагандирующие такой вид спорта, как регби, и одержали победу в фестивале Колизей. А лучшим хореографом назван Алексей Арапов. Выражаясь на молодежном сленге, здесь была поистине крутая атмосфера. Такой заряд адреналина, драйва, свободы и положительной энергетики в одном месте встречается редко.